Третья книга Езры, глава первая. Вторая книга Езры пророка. Сына Финьеса, сына Илиазара, сына Аарона от колена Левина, который был пленником в стране Мидийской, в царствене Артаксеркса, царя Персидского. Было слово Господне ко мне. Иди и возвести народу моему злые дела их и сыновьям их беззакония, которые они совершили против меня, чтобы они возвестили сынам сынов своих, ибо грехи родителей их возросли в них. Забыв меня, они приносили жертву богам чужим. Не я ли вывел их из земли египетской, не я ли из дома рабства, а они прогневали меня и советы мои презрели. Ты остриги волосы головы твоей и брось на них все злое, ибо они не слушались закона моего, народ необузданный. Доколе я буду терпеть их, который им сделал столько благодеяния. Ради них я многих царей не зложил, поразил фараона с рабами его и со всем войском его, всех язычников от лица их погубил. И на востоке народ двух областей Тира и Сидона рассеял и всех врагов их истребил. Ты же так скажи им, так говорит Господь. Господь, именно я провел вас через море, и по дну его проложил вам огражденную улицу, дал вам вождя Моисея Аарона, священника, дал вам свет в столпе огненном, и многие чудеса сотворил среди вас. А вы меня забыли, говорит Господь. Так, говорит Господь Вседержитель, перепелы были вам в знамение. Я дал вам станы для защиты, но вы и там роптали, и не радовались своими мое, а погибли врагов ваших, но даже до ныне еще ропщите. Где те благодеяния, которые я сделал вам? Не в пустыне ли, когда вы в залков вопияли ко мне, говоря, зачем ты привел нас в эту пустыню, уморить нас? Лучше нам было служить египтянам, нежели умереть в этой пустыне. Я сжалился на стенание ваше и дал вам манну в пищу, въели хлеб ангельский. Когда вы жаждали, не рассек ли я камень, и потекли воды до сытости, а зноя покрывал вас листьями древесными. Разделил вам земли тучные. Хананеев, Ферезеев и Филистимлян изгнал от лица вашего. Что еще сделаю вам, говорит Господь. Так говорит Господь Вседержитель, когда вы были в пустыне на реке Мерры, и жаждущие хулили имя мое. Не огонь послал я на вас за богохульство, но вложил дерево в воду и реку сделал сладкую. Что сделаю тебе, Яков? Не хотел ты повиноваться Иуда. Переселюсь к другим народам и дам имя мое, чтобы соблюдали законы мои. Так как вы меня оставили, то и я оставлю вас. Просящих у меня милости не помилую. Когда будете призывать меня, я не услышу вас, ибо вы осквернили руки вашей крови и ноги ваши быстро на совершение человекоубийства. Вы как бы не меня оставили, а вас самих, говорит Господь. Так говорит Господь Вседержитель. «Не я ли умолял вас, как отец сыновей, и как мать дочерей, и как кормилица питомцев своих, чтобы вы были мне народом, и я вам Богом, чтобы вы были мне сынами, и я вам отцом. Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои. Что ныне сделаю вам? Отвергну вас от лица моего. Когда принесете мне приношение, отпрощу лицо мое от вас, ибо ваши дни праздничные в новомесячье и обрезание я отринул. Я послал к вам рабов моих пророков. Вы схватив их, умертвили и растерзали тела их. Кровь их я взыщу, говорит Господь». Так говорит Господь Вседержитель. «Дом ваш пуст, развеи вас, как ветер, мекину. И сыновья не будут иметь потомство, потому что заповедь мои презрели и делали то, что зло предмотано мною. Предам да мы вашим людям грядущим, которые, не слышав меня, уверуют, которые, хотя я не показывал им знамений, исполняют то, что я заповедовал. Не видев пророков, воспомянут о своих беззакониях. Завещеваю благодать людям грядущим, дети которых, не видев меня, очами плотскими, но духом веруя к тому, что я сказал. «Торжествует с весельем». Итак, теперь смотри, брат, какая слава. Смотри на людей, грядущих с востока, которым я дам вождя Авраама, Исаака и Иакова, и Осию, и Амоса, и Михея, и Аилия, и Авдея, и Иона, и Наума, и Аввакума, Сафония, Агея, Захарию и Малахию, который наречен и ангелом Господним». Третья книга Ездры, глава вторая. «Так, говорит Господь, я вывел народ сей из рабства, дал им повеление через рабов моих пророков, которых они не захотели слушать, но отвергли мои советы. Мать, которая родила их, говорит им, идите, дети, ибо я вдова и оставлена. Я воспитала вас с радостью, отпустила с плачем и горестью, потому что вы согрешили перед Господом Богом вашим и сделали злое перед Ним. Ныне же что сделаю для вас? Я вдова и оставлена. Идите, дети, и просите у Господа милости. Тебя, Отче, призываю вас, свидетели, на мать сыновей, которые не захотели хранить завета моего. Придай их по страмлению, а мать их на расхищение, чтобы не было рода их. Пусть рассеются имена их по народам и сгладятся от земли, ибо они презрели завет мой. Горе тебе, Асур, скрывающий у себя нечестивых. Род лукавый, вспомни, что я сделал Содома и Гаморре. Земля их лежит в смоляных глыбах и холмах пепельных. Так поступлю я с теми, которые меня не слушались, говорит Господь Сидержитель. Так говорит Господь к Ездре. «Возвести народу моему, что я дам вам им царство Иерусалимское, которое обещал Израилю, и приму славу от них, и дам им обители вечные, которые приготовил для них. Древо жизни будет для них мастью благовонною. Не будут изнуряемы трудом и не изнимогут. Идите и получите. Просите себе дней малых, дабы они не замедлили. Уже готовы для вас царство. Бодрствуйте. «Свидетельствуй небо и земля, ибо я стер зло и сотворил добро. Живу я, говорит Господь. Мать, обними сыновей твоих, воспитывая их с радостью, как голубица. Укрепляй ноги их, ибо я избрал тебя, говорит Господь. И воскрешу мертвых от места их, и из гробов выведу их, потому что я познал имя мое в Израиле. Не бойся, мать сынов, ибо я избрал тебя, говорит Господь. Я пошлю тебе в помощь гробов моих, Исайю и Иеремию, по совету которых я осветил и приготовил тебе двенадцать дерев, обремененных различными плодами. И столько же источников, текущих молоком и медом, и семь гор величайших, произращающих розу и лилию, через которые исполнил радостью сынов твоих. Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень нагово, а расслабленным и немощным попекись, над хромым не смейся, безрукого защити, и слепого приведи к видению света моего. Старцы и юношу в стенах твоих сохрани, мертвых где найдешь, запишет лев, придай гробу, и я дам тебе первое место в моем воскресенье. Отдыхай и покойся, народ мой, ибо придет покой твой, корми сынов твоих, добрые кормилица, укрепляй ноги их. Из рабов, которых я дал тебе, никто не погибнет, ибо я взыщу их от тебя. Не ослабевай, когда придет день печали и тесноты, другие будут плакать и сокрушаться, а ты будешь веселой и изобильной. Язычники будут завидовать тебе, но ничего против тебя сделать не могут, говорит Господь. Руки мои покроют тебя, чтобы сыны твои не видели гиены. Утешайся, мать, с сынами твоими, ибо я спасу тебя. Помню о сынах твоих почивающих. Я выведу их от краев земли и окажу им милость, ибо я милостив, говорит Господь Сидержитель. Обними детей твоих, доколе я приду и сделаю им милость, ибо источники мои обильны, и благодать моя не скудеет. Я, Едр, получил на горе Ариф повеление от Господа идти к Израилю. Когда я пришел к ним, они отвергли меня и презрели заповедь Господню. Посему вам, говорю, язычники, которые можете слышать и понимать, ожидайте пастыря вашего. Он даст вам покой вечный, ибо близко тот, который придет в скончание века. Будьте готовы к воздаянию Царствия, ибо свет немерцающего сияет вам на вечное время. Избегайте тени века сего, приимите сладость, славу вашей, и открыто свидетельствуя о Спасителе Моем. Вверенный дар приимите и наслаждайтесь, благодаря Того, Кто призвал вас в небесное Царство. Встаньте и стойте, и смотрите, какое число знаменованных на вечере Господней, которые, переселившись от тени века сего, получили от Господа светлые одежды. Прими число твое, Сион, и заключит твоих, одетых в белое одеяние, которые исполнили закон Господень. Число желанных сынов твоих полно. Проси державу Господа, чтобы осветился народ твой, призванный от начала. Я ядро видел на горе Сионской сон великий, которого не мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа. Посреди них был юноша Велищественный, превосходящий всех их, и возлагал венцы на главу каждого из них. И тем более возвышался. Я поражен был увиденным удивлением. Тогда я спросил ангела, кто си Господин мой. Он в ответ мне сказал, это те, которые сложили смертную одежду и облеклись бессмертным. Исповедали имя Божие. Они теперь увенчиваются и принимают победные пальмы. Я спросил, а кто сей юноша, который возлагает на них венки и вручает им пальмы? Он ответил мне, это сам Сын Божий, которого они прославляли в веки семь. И я начал славить их, мужественно стоявших за имя Господня. Тогда ангел сказал мне, иди и возвести народу моему. Какие видел ты дивные дела Господа Бога. Глава третья. Третья езра. В тридцатом году по разорению города был я в Вавилоне. И смущался лежа на постели моей. И помышления исходили на сердце мое. Ибо я видел опустошение Сиона и богатство живущих в Вавилоне. И возмутился дух мой, и я начал со страхом говорить ко Всевышнему. И сказал, Владыка Господи, ты сказал от начала, когда Един основал землю и повелел персти. И дал Адаму тело смертное, которое также было создание рук твоих. И вдохнул в него дух жизни, и он взялся живым пред тобою. И вел его в рай, который насадила десница твоя, прежде нежели земля произрастила плоды. Ты повелел ему хранить заповедь твою, но он нарушил ее. И ты осудил его на смерть, и род его, и происшедшие от него поколения, и племена, народы и отрасли их, которым нет числа. Каждый народ стал ходить по своему хотенью. Делал перед тобой дела неразумные, и предрел заповеди твои. По времени ты навел потоп на обитателей земли и истребил их. И исполнилось на каждом из них, как на Адаме смерть, так и на сих потоп. Одного из них ты оставил Ноя с семейством его, и от него произошли все праведные. Когда начали размножаться обитающие на земле, и умножились сыны и народы, и поколения многие, и опять начали предаваться нечестью более, нежели прежние. Когда начали делать перед тобой и беззаконие, ты избрал себе из них мужа, которому имя Авраам. И возлюбил его, и открыл ему одному волю твою, и положил ему завет вечный, и сказал ему, что никогда не оставишь семени его. И дал ему Исаака, а Исааку дал по Якову Исава. Ты избрал себе Якова, Исава же отринул, и умножился Яков чрезвычайно. Когда ты вывел из Египта семя его и привел к горе Синайской, тогда преклонил небеса, уставил землю, поколебал вселенную, привел в трепет бездны и весь мир в смятение. И прошла слава твоя в четырех явлениях, в огне, землетрясении, бурном ветре и морозе. Чтобы дать закон семени Якова и родения до рода Израиля. Но не отнял у них сердца лукавого, чтобы закон твой принес в них плод. С сердцем лукавым первый Адам приступил заповедь и побежден был. Так и все от него происшедшие. Осталась немощь и закон в сердце народа с корнем зла. И отступило доброе, и осталось злое. Прошли времена и окончились лета, и ты возвиг себе раба именем Давида. Повелел ему построить город именем твоему и в нем приносить тебе фимиам и жертвы. Много лет исполнилось, и потом согрешили населяющих город. Во всем поступает так, как поступил Адам и все его потомки. Ибо и у них было сердце лукавое, и ты предал город твой в руки врагов твоих. Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом? Когда я пришел сюда, видел нечестие, которым нет числа, и в этом тридцатом году пленения видит душа моя многих грешников, и изныло сердце мое. Ибо я видел, как ты поддерживаешь сих грешников и щадишь нечестивцев, а народ твой погубил. Врагов же твоих сохранил, и не явил о том никакого знамения. Не понимаю, как этот путь мог измениться. Неужели Вавилон поступает лучше, нежели Сион? Или иной народ познал тебя, кроме Израиля? Или какие племена веровали завету твоему, заветам твоим, как Иаков? Ни воздаяние им неравномерно. На труд их ни труд их не принес плода. Ибо я прошел среди народов и видел, что они живут в изобилии, хотя и не вспоминают о заповедях твоих. Итак, взвесь на весах и наши беззакония, и дела живущих на земле, и нигде не найдется имя твое, как только у Израиля. Когда они грешили перед тобой, живущие на земле? Или какой народ так сохранил заповеди твои? Между сими хотя по именам найдешь, хранящих заповеди твои, а у других народов не найдешь. Третье езро, глава четвертая. Тогда отвечал мне постный ко мне ангел, которому имя Уриил, и сказал, сердце твое слишком далеко зашло в этом веке, что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего. Я отвечал так, господин мой. Он же сказал мне, три пути послан я показать тебе, и три подобия предложу тебе. Если ты одной из них объяснишь мне, то я покажу тебе путь, который желаешь ты видеть. И научу тебя, откуда произошло сердце лукавое. Тогда я сказал, говори, господин мой. Он же сказал мне, иди и взвесь тяжесть огня, или измерь мне дуновение ветра, или возврати мне день, который уже прошел. Какой человек, отвечал я, может сделать то, чего ты требуешь от меня? А он сказал мне, если бы я спросил тебя, сколько обитали в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны, или сколько жил над твердью, или какие пределы у рая, ты, может быть, сказал бы мне, в бездну я не сходил, и в ад так же, и на небо никогда не восходил. Теперь же я спросил тебя только об огне, ветре и дне, который ты пережил, и о том, без чего ты быть не можешь. И на это ты не отвечал мне. И сказал мне, ты того, что твое, и с тобой, и от юности не можешь познать. Как же сосуд твой мог бы вместить в себе путь Всевышнего, и в этом уже заметно растленном веке понять растление, которое очевидно в глазах моих. На это сказал я, лучше было бы нам вовсе не быть, нежели жить в нечестиях и страдать, не зная почему. Он же в ответ сказал мне, вот я отправился в полевой лес и застал дерева держащими совет. Они говорили, придите и пойдем и объявим войну морю, чтобы она отступила перед нами, и мы там возрастим себе для себя другие леса. Подобным образом и волны морские имели совещание. Придите, говорили они. Поднимемся и завоюем леса полевые, чтобы и там приобрести для себя другое место. Но замысл леса оказался тщетным, ибо пришел огонь и сжег его. Подобным образом кончился и замысел ворманских, ибо стал песок и воспрепятствовал им. Если бы ты был судьей их, кого бы ты стал оправдывать или кого обвинять? Подлинно отвечал я, замыслы и были суетны, ибо земля дана лесу, дано место и морю, чтобы носить волны свои. Он же в ответ сказал мне, справедливо рассудил ты. Почему же ты не судил таким же образом себя самого? Ибо как земля дана лесу, а море волнам его, так обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле, а обитающие на небесах могут разуметь, что на высоте небес. И отвечал я и сказал, молю тебя, Господи, да дастся мне смысл разумения. Не хотел я вопрошать тебя о высшем, а о том, что ежедневно бывает у нас. Почему Израиль предан на поругание язычникам? Почему народ, который ты возлюбил, отдан нечестивым племенам? И закон отцов наших доведен до ничтожества. И писанных постановлений нигде нет. Переходим из века сего, как саранча, жизнь наша проходит в страхе и ужасе. И мы сделали с недостойными милосердия. Но что сделает он с именем своим, которое наречено на нас? Вот о чем я вопрошал. Он же отвечал мне, чем больше будешь испытывать, тем больше будешь удивляться. Потому что быстро спешит век сей к своему исходу. И не может взместить того, что обещано праведным в будущие времена. Потому что век сей исполнил неправдой и немощами. А о том, о чем ты спрашивал меня, скажу тебе, посеяно зло. А еще не пришло время искоренения его. Посему, доколе посеяно не исторгнется, и место, на котором насеяно зло, не упразднится, не придет место, на котором всеяно добро. Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначало. И сколько нечестия народило оно доселе, и будет рождать до тех пор, пока не настанет молодьба. Рассуди собою. Сколько зерно злого семени народило плодов нечестия? Когда будут пожаты бесчисленные колоссия его? Какое огромное понадобится для сего гумно? Как же и когда это будет, спросил я его? Почему наши лета малы и несчастны? Не спеши подниматься, отвечал он выше Всевышнего. Ибо напрасно спешишь быть выше его, слишком далеко заходишь. Не о том же ли вопроша же душа праведных души их в затворах своих, говоря, доколе таким образом будем мы надеяться? И когда плод нашего возмездия? На это отвечал мне Иеремиил Архангел. Когда исполнится число семян у вас? Ибо Всевышний на весах взвесил век сей. И мерою измерил времена, и с числом исчислил часы. И не подвигнет, и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера. Я же в ответ на это сказал ему, о, владыка Господи, а мы все преисполнены нечестием. И может быть из-за нас не наполняются житницы праведных ради грехов, живущих на земле. На это он отвечал мне. Пойди спроси беременную женщину, могут ли по исполнении девяти месячного срока ложе сна я удержать в себе плод? Я сказал, не могут. Тогда он сказал мне, подобно ложе снам и обиталище душ в преисподней. Как рождающая спешит родить, чтобы освободиться от болезни рождения, так и эти спешат отдать, вверенное им. Сначала будет показано тебе то, что ты желаешь видеть. Если я обрел благодать перед очами твоими, отвечал я, если это возможно, и я способен к тому, покажи мне, имеющее прийти более того, что прошло, или сбывшееся более того, что будет. Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю. Он сказал мне, стань на правую сторону, и я объясню тебе значение подобием. И я встал и увидел, вот горячая печь проходит передо мной, и когда пламя прошло, я увидел, остался дым. После всего прошло передо мной облако, наполненное водой, и прорился из него сильный дождь. Но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли. Тогда он сказал мне, размышляя себе, как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли и дым. Тогда я умолк, умолял его и сказал, думаешь ли ты, что я доживу до тех дней, и что будет в эти дни? На это отвечал он и сказал, о знамениях, о которых ты спрашиваешь меня, я отчасти могу сказать тебе, а о жизни твоей я не послан, говорит, с тобою, да и не знаю. Третья езра, глава пятая. О знамениях. Вот наступают дни, в которые многие из живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены, и путь истины сокроется, и вселенная скудеет верою. И умножится неправда, которую теперь ты видишь, и о которой издавна слышал, и будешь, что страна, которую ты теперь видишь господствующую, подвергнутся опустошению. А если Всевышний даст тебе дожить, то увидишь, что после третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце, и луна трижды в день. Из дерева будет капать кровь, камень даст голос свой, и народы поколеблются. Тогда будет царствовать тот, которого живущий на земле не ожидает, и птицы перелетят на другие места. Море Содомска извергнет рыб, будет издавать ночью голос, неведомый для многих, однако же все услышат голос его. Будет смятение во многих местах, часто будут посылаемы с неба огонь, дикие двери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг против друга. Тогда сокроется ум, и разум удалится в свое хранилище. Многие будут искать его, но не найдут, и умножится на земле неправда и невоздержание. А одна область будет спрашивать другую и соседнюю, не проходила ли по тебе правда, делающая праведным, и та скажет нет. Люди в то время будут надеяться и не достигнуть желаемого, будут трудиться и не управиться пути их. Об этих знамениях мне дозволено сказать тебе. А если снова помолишься и поплачешь, как теперь, и попостишься семь дней, то услышишь еще больше того. Я пришел в себя, и тело мое сильно дрожало, и душа моя изнемогла, как будто исчезала. Но пришедший ко мне ангел поддержал меня и укрепил меня и поставил на ноги. И было во вторую ночь, пришел ко мне Салафиил, вождь народа, и спросил меня, где ты был, и отчего лицо твое так печально? Разве не знаешь, что тебе вверен Израиль в стране переселения его? Итак, встань и вкуси хлеба, и не оставляй нас, как пастырь своего стада в руках лукавых волков. Тогда сказал я ему, отойди от меня и не приближайся ко мне. И он услышал это, удалился от меня. А я семь дней постился, стяная и плача, как повелел мне ангел Уриил. И после семи дней помышления сердца моего опять были для меня крайне тягостны. Но душа моя прияла дух разумения, и я снова начал говорить перед Всевышним и сказал, О, Владыка Господи! Ты из всех лесов на земле и всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу. Ты из всего круга земного избрал себе одну пещеру, и из всех цветов во вселенной ты избрал себе одну лилию. Ты из всех пучин морских наполнил для себя один источник, а из всех построенных городов осветил для себя один сион. И из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу, и из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овцу. И из всех многочисленных народов ты приобрел себе один народ, и возлюбил его, дал ему закон совершенный. Но ныне, Господи, отчего же ты предал одного многим? И на одном корне ты насадил другие отрасли и рассеял твой единственный народ между многими народами. И попрали его противники обетованием твоим и заветом твоим неверовавшие. Если уж ты сильно возненавидел народ твой, то пусть бы он твоими руками наказывался. Когда я произносил слова сии, послом был ко мне ангел, который приходил ко мне прежде ночью, и сказал мне, «Послушай меня, я научу тебя, внимай мне, и я скажу тебе еще более». «Говори, — сказал я, — господин мой, — и он сказал мне, — ты слишком далеко зашел пытливостью ума твоего об Израиле. Неужели ты больше любишь его, нежели тот, который сотворил его?» «Нет, — господин мой, — отвечал я, — но говорил от великой скорби. Внутренность моя мучает меня всякий день, всякий час, когда я стараюсь постигнуть путь Всевышнего и исследовать, хотя часть суда его». Он отвечал, «Не можешь». «Почему же, господин мой?» — спросил я. «Лучше бы я не родился, и утроба матерняя сделалась для меня гробом, нежели видеть угнетение Якова и изнурение рода Израильского». И он сказал мне, «Исчисли мне, что еще не пришло, и собери мне рассеянные капли, и оживи сохшие цветы. Открой заключенное хранилище, выведи мне заключенные в них ветры, и покажи мне образ голоса, и тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть». «Владыка Господи», — отвечал я, — «кто может знать это, разве только тот, кто не живет с человеками? А я безумен, и как могу говорить о том, о чем ты спросил меня?» Тогда он сказал мне, «Как ты не можешь сделать ничего и сказанного, так не можешь познать судеб моих, ни предела любви, которую обещал я народу. Но вот, Господи, ты близок к тем, которые к концу близятся, и что будут делать те, которые прежде меня были, или мы, или которые после нас будут?» Он сказал мне, «Венцу подоблю я суд мой». «Как нет запоздания последних, так и ускорения первых?» Отвечал я и сказал, «Не мог ли бы ты соединить воедино как тех, которые сотворены были прежде, так и тех, которые существуют и которые будут, дабы скорее объявить им суд твой?» Он отвечал мне, «Не можешь ускорить творение Творца своего. Ни век сей не может вместить в себя всех вместе, которые должны быть сотворены». И сказал я, «Как же ты сказал рабу твоему, что ты дал жизнь созданному творению вкупе? И однако творение выдержало это, посему могли бы понести и ныне существующее вкупе». Он сказал мне, «Спроси женщину и скажи ей, если ты рождаешь десять, то почему рождаешь по временам? И проси ее, чтобы она родила десять вдруг». Я же сказал ему, «Невозможно это, но должно быть по времени». Тогда он сказал мне, «И я дал недрам земли способность, посеянно на ней, возвращать по временам. Как младенец не может производить того, что своено старцем, так я устроил созданный мною век». Тогда я спросил его и сказал, «Когда ты открыл мне путь, то позволь мне сказать тебе, мать наша, о которой ты говорил мне, молода ли еще или приближается к старости?» Спроси об этом рождающей, и она скажет тебе, «Скажи ей, почему рождаемые тобой ныне не подобны тем, которые рождены были прежде, но меньше их ростом?» И она скажет тебе, «Одни рождены мною в крепости молодой силы, а другие, рождены под старость, когда ложе сна, начали терять свою силу. Рассуди же ты. Вы теперь меньше станом, нежели те, которые были прежде вас, и те, которые после вас родятся, будут еще меньше вас, так как творение уже состаривающееся, и крепость юноши уже миновала. И сказал я, «Если я приобрел благоволение перед очами твоими, покажи рабу твоему, через кого ты посещаешь творение твое». Третья изра, глава шестая. «И сказал он мне, «От начала творения круга земного, и прежде, нежели установлены были пределы века, и прежде, нежели подули ветры, прежде, нежели услышаны были глаз и громов, прежде, нежели возблистали молнии, прежде, нежели утвердились основания рая, прежде, нежели показались прекрасные цветы, прежде, нежели утвердились силы подвижные, и прежде, нежели собрались бесчисленные воинства ангелов, прежде, нежели поднялись высоты воздушные, прежде, нежели определились меры твердей, прежде, нежели возгорелись огни на сегодня, прежде, нежели исследованы были лета и отдалены те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые хранили веру как сокровище, Тогда я помыслил, сотворено было все мною одним, а не через кого-либо иного. От меня также последует и конец, а не от кого-либо иного. Тогда я отвечал, какое разделение времен и когда будет конец первого и начала последнего? От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Яков и Исаак. Рука Якова держала от начала пяту Исаава. Конец всего века Исаав, а начало следующего Яков. Рука человека начала его, а конец пита его. О другом ездра не спрашивай меня. Я же в ответ сказал ему, о, владыка Господи, если я обрел благодать перед очами твоей, молю тебя, покажи рабу твоему конец знамений твоих, которых счастье показал ты мне в прошедшую ночь. Он отвечал мне и сказал, встань на ноги твои и слушай голос, исполненный шумом. И будет как бы землетрясение, но место, на котором ты стоишь, не поколеблется. Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся. Ибо о конце будет слово, и основание земли, разумеется. А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, что конец их должен измениться. И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои и услышал, и вот голос говорящий, и шум его, как шум вот многих. И сказал, вот наступают дни, когда я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле. Когда начну я взыскивать тех, которые неправду из своей произвели неправедно великий вред. И когда исполнится мера уничижения Сиона, а когда назнаменается век, который начнет проходить, то вот знамение, которое я покажу. Книги раскроются перед лицом тверди, и все вместе увидят. И однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через 3-4 месяца, и они останутся живыми и укрепятся. Засеянные поля внезапно явятся, как незасеянные, и полная житница окажется пустыми. Затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся. И будет в то время вооружаться друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы источников остановятся, и 3 часа не будут течь. «Всякий, кто после этого, о чем я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, и увидит спасение мое и конец вашего века. И увидят люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих, и обратится в чувство иное. «Ибо зло истребится, исчезнет лукавство, и просветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода». Когда он говорил, я взглянул на того, перед которым стоял, и он сказал мне, «Я пришел показать тебе время грядущей ночи. Итак, если ты опять помолишься, опять семь дней попостишься, то я покажу тебе больше в день, в который я услышал тебя. Голос твой услышан у Всевышнего. Увидел крепкие и правильные действия, увидел и чистоту, которую хранил ты от юности твоей. Посему он послал мне показать тебе все это и сказать, уповай и не бойся. Не спеши с первыми временами помышлять суетно, дабы не судить тебе с такой же поспешностью в временах последних. После сего я снова со слезами молился, и также постился семь дней, чтобы исполнить три седьмицы, заповеданные мне. В восьмую же ночь сердце мое пришло снова в возбуждение, и я начал говорить пред Всевышним, ибо дух мой воспламенился сильно, и душа моя томилась. И сказал я, Господи, ты от начала творения говорил, в первый день сказал, да будет небо и земля, и слово твое было совершившимся делом. Тогда носился дух, и тьма облегала вокруг, и молчание, звуки человеческого голоса еще не было. Тогда повелел ты из сокровищниц твоих выйти обильному свету, чтобы явилось дело твое. Во второй день сотворил ты дух тверди, и повелел ему отделить и произвести разделение между водами, чтобы некоторая часть их поднялась вверх, а прочее осталось внизу. В третий день ты повелел водам собраться на седьмой части земли, а шесть частей осушил, чтобы они служили перед тобою к обсеменению и обработанию. Слово твое исходило и тотчас являлось дело. Вдруг явилось безмерное множество плодов и многоразличные приятности для вкуса, цветы, в виде своем неизменные, с запахом несказанно благоуханным. Все это совершено было в третий день. В четвертый день ты повелел быть сиянию солнца, свету луны, расположению звезд, и повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку. В пятый день ты сказал, в седьмой части, в которой была собрана вода, чтобы она произвела животных летающих и рыб, что и сделалось. Вода немая и бездушная по мановению Божию произвела животных, чтобы все роды возвещали дивные дела твои. Тогда ты сохранил двух животных, одно называлось бегемотом, а другое левиафаном. И ты отделил их друг от друга, потому что седьмая часть, где была собрана вода, не могла принять их вместе. Бегемоты ты дал одну часть из земли, осушенной в третий день, да обитает в ней, в которой тысячи гор. Левиафану дал седьмую часть водяную и сохранил его, чтобы он был пищей тем, кому ты хочешь и когда хочешь. В шестой же день повелел ты земле произвести перед тобой скотов, зверей и пресмыкающихся, а после них ты сотворил Адама, которого поставил вастелином над всеми твоими тварями, и от которого происходим все мы и народ, который ты избрал. Все это сказал я пред тобою, Господи, потому что для нас создал ты век сей, а проще же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобны слюне. И все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто тобою признанные, вначале владычествовать над нами и пожирать нас. Мы же народ твой, который ты назвал твоим первенцем, единородным, возлюбленным твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследие с веком? И доколе это?